Здравствуйте! Сегодня на библейском портале Экзегет мы постараемся ответить на вопрос, почему древним евреям запрещалось называть имя Господне. На самом деле имени Господнего как такового не было. То есть можно сказать, евреи не называли слово Бог, но это тоже слово Бог, это у нас уже привычное понятие для христианских и нехристианских народов. Но на самом деле в Ветхом Завете у Бога было множество эпитетов, которые как-то описывали величие Божие. Имя Божие нам стало открыто только когда пришел и воплотился Господь наш Иисус Христос. Вспоминаем, что в Ветхом Завете мы получили заповедь «Не произноси имя Господа Бога твоего в суе». И самое главное, что эта заповедь, она по сути сохраняется. В суе напрасно просто так божиться, ни к силу, ни к городу Господа упоминать – это вредно, вредно для нашей души. Это, но оскорбляет величие Божие, это не дает нам никакой пользы. При этом это не значит, что Бога надо изредка вспоминать, мы можем постоянно, и наоборот, очень хорошо апостол Павел нас к этому призывает, непрестанно молитесь. То есть непрестанно к Богу обращаться, непрестанно с Ним общаться в молитве – это тоже то, что христианин должен к чему стремиться. Однако, какой смысл призывать Господа и показывать какую-то особую близость с Ним, когда ты от Него отделен, отделен стеной греха. В случае новозаветного человека, то есть нас с вами, это стена греха, но зачем тебе на Бога ссылаться, если ты не раскаянный грешник, особенно с какими-то тяжелыми грехами. К этому апеллируйте, как тебе, да, мы знаем, что тоже порой и там для каких-то политических заявлений, выступлений, там в странах более традиционных, христианских или мусульманских, то есть для продвижения каких-то товаров по бизнес-модели тоже есть какая-то апелляция, вот как это все там благочестиво, как это во имя Божие и так далее. Но мы понимаем, что есть некоторые несоответствия. В Ветхом Завете это несоответствие было всеобщее, потому что все скованы первородным грехом. Все даже самые праведные люди, пророки, благоверные цари, они умирали и попадали в ад, и только Господь после своей крестной смерти, в своем воскресении их из ада в Царствие Небесное выводит. Мы таким образом сталкиваемся с ситуацией, что Ветхий Завет постоянно дано иудеям напоминание, напоминание, что все вот эти их заповеди, они служат лишь для того, чтобы наконец-то узнать имя Божие, узнать Бога, что это познание впереди, пока ему можно служить, но не забывайте, это познание ограничено. Если бы эту заповедь фарисеи, книжники, старцы иудейские, члены Синедрена помнили, то они бы с радостью приняли Христа, потому что он им это открыл. Открыл, как говорит апостол-евангелист Иоанн Богослов в самой первой главе, вот 18 стих, «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Господь наш Иисус Христос явил Бога. Апостол Петр, тоже вспоминаем, уже в дальнейшем спрашивал Христа, «Господи, покажи нам Отца». Христос говорит, «Видев и меня, уже видел Отца». А тоже вспоминаем, как Христос, ну, конечно, это уже прозвище, это, значит, помазанник, Мессия, именуемый Иисус, обычным уже земным именем, которое употреблялось, употреблялось в том числе в Ветхом Завете, вспоминаем, Иисуса Новина, одного из судей израильских. Что, тем не менее, еще Богу, Сыну, Господу нашему Иисусу Христу, еще свойственно имя Слова. Евангелист Иоанн, вот в этой же первой главе, которую мы прочитали, он и открывает это чтение, которое мы слышим на Пасху. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Именование Бога, Бога Словом – это полное откровение, возможно, только в новозаветные евангельские времена. Мы, конечно, можем чуть-чуть почивать на лаврах, ой, мы уже люди новозаветные, для нас такого ограничения нету, но нужно быть осторожным, потому что Бог Слова явил нам в свои проповеди, проповеди словесные, в проповеди евангельской. Поэтому, если мы, увы, редко открываем слова евангельские, или если мы даже их открываем, но не используем в своей жизни, в своих поступках, не соизмеряем с ними, если мы делаем какое-то дело, сомневаемся, и наши сомнения разрешаются только выгодой, житейской, но при этом не ориентируются на то, чтобы в слово евангельское заглянуть, то, соответственно, мы будем делать это без Бога. Поэтому, дорогие братья и сестры, сейчас уже Бога именовать мы можем. Можем Бога именовать как одного из нас, ставшего человеком, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Можем к Его Слову, к Его имени прислушиваться, когда открываем тексты Священного Писания. Поэтому не забываем. Тот, кто даже любит там открыть Евангелие, почитать, не забываем о молитве. Тот, кто молится, не забываем, что без Священного Писания это полноценное общение не состоится, оно будет лишь односторонним. И тогда уже то, что, можно сказать, Господь ветхозаветным людям облегчил ситуацию, Он им говорит, да даже не надо называть, не надо называть меня по имени, у вас такая задача не стоит, ваша задача просто подготовить пришествие Мессии, маленькая задача, а у нас задача больше. Это преимущество и знать, как Господа зовут. Вот когда ты знаешь по имени, кому ты обращаешься, важного человека, какого-то земного, это уже показывает вашу какую-то близость, дружбу, ваш какой-то контакт, который может тебе пригодиться. А у нас, у каждого человека сейчас есть контакт с самим Богом, Творцом неба и земли. Поэтому надо уже быть достойным своих друзей. А Господь наш друг и любящий Отец. Субтитры сделал DimaTorzok